С Ксенией Митрофановой. Здравствуйте, это Несей Новости в студии Ксении Митрофановой. Вначале коротко главная тема выпуска. В духоте и тесноте. В Норильске люди часами стоят в очередях за медицинскими справками. Жуткая авария на трассе. Водитель иномарки убил оторвавшийся от КамАЗа прицеп. Водитель иномарки убил оторвавшийся от КамАЗа прицеп. Когда он заметил, что вода теплая стала, я даже не подумал, что там такое может быть. Тепленькая пошла. На станции Минина вода в колодцах дачников внезапно стала горячей. В дальнейшем небольшое похолодание. Все равно на дневной температуре будет положительная. Погода шепчет. Аномальный плюс и первый дождь обещают синоптики в эти выходные. По 9 часов в тесноте и духоте в Норильской поликлинике вот уже две недели огромной очереди. Люди вынуждены толпиться в коридорах и на лестницах, чтобы получить заключение всего лишь двух специалистов. Откуда такой наплыв и как с ним справляются в больнице, расскажем в сюжете. Мы уже стоим и стоим, а очередь все на одном месте. Занимают с 6 утра и стоят до 5 вечера. Многие ходят несколько дней подряд. Огромные очереди вот уже две недели скапливаются в поликлинике Норильского психдиспансера. Давка такая, что приходится растягиваться вереницей по коридорам и лестницам. Понятно, что соблюдать в таких условиях дистанцию практически невозможно. Мы уже прошли, надо поставить печать и оплатить за то, что ты прошел. Вот мы стоим тут все давимся. За полтора часа? Вот отгри и отошел сюда. За полтора часа? А вон, смотрите, сколько, сколько, сколько. Большинство из посетителей проходят медосмотр по требованию работодателя. И часами простаивают в тесноте и духоте, чтобы получить справки только от двух специалистов. Нарколога и психиатра. 20 минут в среднем на одного человека уходит. Позавчера засекали, по 20-30 минут один человек обслуживается. Сейчас деньги 3 тысячи отдал, кто-то больше платит. Услуг никаких. Вот, посмотрите, полюбуйтесь, как у нас обслуживают нас. Специалисты поликлиники просто не справляются с таким количеством людей. Например, квитанции за платный медосмотр выдает только одно окно. У нас два кассира. Один находится в отпуске. Когда неделю назад у нас обострилась эта ситуация, мы, администрация приняла решение о возможной отзыве. Но у нас крайняя серия. Этот человек находится на материке, именно на территории МПР. Отзыв ее возможен 29 числа. Сейчас поликлиники пытаются сделать все возможное, чтобы уменьшить очереди на платный медосмотр. Во врачебные комиссии ввели дополнительных специалистов. Тем, у кого есть возможность, предлагают записаться на прием после 29 марта. Также, чтобы не простаивать часами у окна кассы, можно оплатить услуги по реквизитам банка. Правда, с дополнительными процентами. Евгения Шелковникова, Виктория Комиссарова и Юрий Толстов. Енисей. Новости. И вот, что сказали об очередях в Норильской поликлинике специалисты Минздрава. В связи с перемещением порядка полутора тысяч человек с одного промышленного предприятия в другое промышленное предприятие, эти люди нежданно, негаданно, незакланированно, все пошли проходить профосмотры. И пройти им этот профосмотр надо до 1 апреля текущего года. Сейчас, когда те незакланированные уйдут с понедельника в другое лечебное учреждение, то психоневологическое медицинское решение будет проходить по плану и никаких очередей там не будет. Исполнять обязанности главного врача Краевого онкоцентра будет Руслан Зуков. Ранее он работал заведующим кафедрой онкологии в Красноярском медицинском университете. Нового руководителя уже представили медицинскому коллективу диспансера. Сам Зуков заявил, что на новом посту собирается добиваться вполне конкретных целей. Это прежде всего снижение смертности от онкозаболеваний, повышение их выявляемости, решение кадрового вопроса, развитие амбулатории и, конечно, завершение реконструкции самого центра. Я напомню, предыдущий главврач больницы Андрей Модестов переведен на новую должность. Теперь он советник губернатора края. Понятно, что исполнение обязанностей главного врача, такого крупного социально значимого учреждения, это, безусловно, очень большая ответственность. Я это четко осознаю. Вопрос о страхах, он вполне уместен, но, тем не менее, поймите, я в этом учреждении работаю 15 лет. Это мой коллектив, я знаю здесь абсолютно всех, поэтому действительно это вселяет некоторую уверенность и оптимизм. Жуткая авария на трассе в Каннском районе прямо на ходу. Угруженного КамАЗа отцепился прицеп с зерном. Он выкатился навстречу и перегородил дорогу как раз в тот момент, когда по ней на приличной скорости шла иномарка. Удар был настолько сильным, что переднюю часть кроссовера смяло в гармошку. Водитель, мужчина 64-х лет, погиб на месте. Его пассажир с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Очевидцы говорят, все случилось за считанные секунды. Делега просто высказалась, отрывалась, понимая фаркопа, и вышла, высказана на встречный голос. А он уже ехал прямо вот. Тут момент, когда телега вывернула. То есть не успел ничего никто, никто другой ничего сделает. После столкновения с иномаркой прицеп зацепил и машину скорой помощи. Внутри неотложки никого, кроме водителя не было, он не пострадал. Сейчас полицейские выясняют, что же все-таки произошло и почему. Они осмотрели КамАЗ и пришли к выводу, что, скорее всего, неисправно было крепление самого прицепа. В Красноярске задержали жену директора фирмы, который, по мнению следствия, организовывал торговлю новорожденными. Напомню, подозреваемые его знакомые подыскивали суррогатных матерей из России, из Казахстана. Процедуру оплодотворения женщины проходили в Камбодже, рожали в Красноярске. Здесь же мамы получали свидетельство на детей и оформляли доверенность на подозреваемую, чтобы те могли представлять их интересы в различных органах. Следователи уже установили местонахождение 19 младенцев. Все они переданы в дом малютки. Также правоохранители отмечают, за все это время ни один из биологических родителей на связь со следователями так и не вышел. Тепленькая пошла. На станции Менина в колодце удачников вода внезапно стала горячей. К нам в редакцию обратился удивленный владелец садового участка. Он говорит, в этом месте живет 23 года, но такого никогда не было. Честно сказать, мы тоже не сразу поверили. Но все же решили разобраться в этой истории. Тему продолжит Лена Сенкевич. Попробуйте. Какая горячая. Руками. С таким колодцем бойлер не нужен. Неожиданный сюрприз получил один из дачников на станции Минина. Вода в колодце Юрия Высокоса внезапно стала горячей. Вот уже 11 дней он ломает голову, что же все-таки произошло. С одной стороны, конечно, удобно. Мыть посуду точно стало проще. А вот попить приходится бегать к соседям. За 23 года, говорит мужчина, такое впервые. Когда вот заметил, что вода теплая стала, я даже не подумал, что там такое может быть. А потом уже пошел в следующий раз, она горячей стала. И потом я понял, все. Ну, пошла вода горячая. Мы, если честно, и сами не сразу поверили в такую природную аномалию. Фактически, это настоящий горячий источник в сердце Сибири. Но вот я вижу колодец, вижу, как из него идет пар. Мы набрали специально в ведро немного воды, вооружились термометром. Сейчас показывает уличную температуру. Ну, давайте замерим. Ого, как быстро. Буквально несколько секунд он показывает уже больше 40 градусов, движется к 50. Чувствую, это не последнее число. Но здесь просто нет уже больше делений. О том, что это природная аномалия, говорят и ученые. Под станцией Мини настыкуются две вулканические породы. Между ними зазор, который мог оказаться как раз под колодцем. Но что должно твориться под землей, чтобы в Сибири ранней весной вода до человека начала доходить горячей, остается загадкой даже для экспертов. Станция располагается на стыке этих двух разных разнотипных пород, которые разделяются как раз с зоной большого протяженного разлома. Возможно, конечно, что-то поднимается под нему. Но это, наверное, первый случай, когда в окрестках города что-то такое происходит. В общем, это надо изучать. Геологам в том числе. Чтобы разобраться в ситуации, потребуется время. Нужно сдать воду на анализ, организовать выезд специалистов на место. При этом не исключено, что все вернется на круги своя. И колодец снова остынет. Мы в любом случае продолжим следить за ситуацией. Елена Синкевич, Андрей Крупнов, Енисей. Новости. В заболевших ковид-19 становится меньше. За сутки диагноз поставили еще 129 пациентам. В основном это опять красноярцы. Здесь 38 случаев. В Норильске 19, 12 в Минусинске и 10 в Таруханском районе. 12 человек скончались. Выписался 121 житель. Под наблюдение медики снова взяли больше 1000 человек. Аварийный дом в Лисосибирске, где на днях в пожаре погибли четверо детей, могут расселить досрочно. По графику жильцы должны были выехать в 2025 году. Но после трагедии городские власти ищут возможность сделать это раньше. Находиться в ветхой двухэтажке, говорят люди, очень страшно. Андрей Давыдов о том, чего боятся квартиранты. Зимой все стены промерзают. Потом летом сырость. И вот такие грибы растут на потолке. Галина Зайцева показывает соседскую квартиру. Она уже давно стоит пустой. Ведь жить в таких условиях просто невозможно. Галина говорит, еще чуть-чуть и подгнивший потолок обрушится в помещение. Стены настолько гнилые, что уже совсем не держат тепло. Вот так выглядит дом в зимние морозы. Поэтому пожилая женщина всю зиму не расстается с теплой одеждой. Я в основном на кухне в спальне нахожусь. Там потеплее. А в зале так вообще иду телевизор смотреть. Одеваю теплые носки, пуховик накидываю. Вот так и живу. Еще одна соседка Наталья Лила рассказывает. Однажды один из гостей наступил в коридоре на прогнившую доску и просто провалился. Пришлось самостоятельно менять полы. Пенсионерка жалуется. Дом построен на болоте и постепенно заваливается на одну сторону. Сами видели, дом уже падает туда. Двери все, вот они с печи снимаются, потому что невыносимо открыть. Балконы у нас вообще все. У меня лично уже весь, ну как бы сказать, уходит стена. Выпирает туда. Ну вообще ужасно, конечно. И это еще не все беды. В подъездах, особенно на первом этаже, стоит невыносимая вонь. Это потому, что канализационные трубы настолько прохудились, что все нечистоты текут прямо под пол. О состоянии электропроводки в этом доме можно судить по вот этому месту. Вот посмотрите, крышка распределительной коробки прибита гвоздями. А здесь вот под вот этой штукатуркой идут провода. Они все черные. Такое ощущение, что уже оплавились. На стенах желтые разводы. Это потому, что по ним течет вода. И, конечно, в такой ситуации недалеко до короткого замыкания. Естественно, что жители мечтают о переезде из аварийного дома в новое жилье. По графику это должно было произойти в 2025 году. Но после страшного пожара, унесшего жизни четырех детей, городские власти обещают этот процесс ускорить. Мы ищем, я думаю, мы найдем варианты по внеочередному переселению. При этом, понимая, что процесс этот может занять какое-то время, на сегодня у нас уже есть предложение по маневренному фонду. Всего на сегодняшний день в Лиссасибирске 333 дома, признанные ветхими и аварийными. Из них только 160 попали в региональную программу переселения. Что будет с оставшимися домами, пока неизвестно. Андрей Давыдов, Динар Салимов, Енисеи. Новости. Ажиотаж вокруг финальной игры хоккейного Енисея не утихает уже второй день. Подробности далее. В Сибири снова неспокойно. Здесь постоянно циркулирует доставка мебели для вашего дома из всех салонов КМК. С большой скоростью и в удобное время. КМК. Всегда удобно. Апрелевка. Апрелевка. Вы спросите меня, где я? Я в салоне оптики Грант. Просто здесь вторая оправа подарок любого бренда. Вторая оправа в подарок в салонах оптики Грант. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому, на Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна, а это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. Современному человеку важно быть финансово грамотным. Как начать свой бизнес? Сберечь и приумножить свои средства. Не попасть на удочку финансовых мошенников. Взять кредит и не увязнуть в долгах. Ответы на эти вопросы нужно знать. Налоги, пенсии, господдержка и другие темы вы найдете на сайте Министерства финансов Красноярского края. Повышайте свою финансовую грамотность легко и быстро. Мои финансы 24.рф Большие неприятности начинаются с маленькой дистанции. Держи дистанции. Ажиотаж вокруг финальной игры хоккейного несения стихает вот уже второй день. За дело взялись перекупы. Билеты, которые в кассе отдавались за 500 рублей, в интернете продают в 3, а то и в 4 раза дороже. Но даже такая покупка в 3 дорога вовсе не гарантия, что вы попадете на матч. Но почему, расскажет Антон Шевчук. Билетов нет, но это только в кассе. Сегодня у стадиона не души, а вот что творилось здесь накануне. Сотни красноярцев стали в очередь в надежде купить заветный пропуск на игру. Но, как выяснилось, были среди них не только болельщики, но и спекулянты. Билеты стоимостью 500 рублей сегодня в сети продают уже в разы дороже. Интернет пестрит объявлениями перекупов. А среди болельщиков уже есть жертвы билетных мошенников. Дмитрий перевел 2000 рублей неизвестному. Теперь ни денег, ни финала. Я вчера позвонил знакомый в полиции, он говорит, что таких случаев много бывает. И практически нереальных. Карта, скорее всего, оформлена либо на бомжа, либо на бича наклоняется. Она просто транзитная карта. Но даже если билет, приобретенный у спекулянтов, теперь у вас в руках, это еще не значит, что вы попадете на игру. Это обычный билет на игру. Его электронный вариант точно такой же, с таким же штрих-кодом. Он считывается специальным прибором прямо на входе. Но проблема в том, что недобросовестный человек может распечатать и 20 таких электронных билетов, и 20 раз их продать разным людям. И все они будут действительны. Ровно до тех пор, пока первый из этой двадцатки не проведет билетом по считывателю. После этого остальные 19 человек остаются не только без билета, но и без финала. К сожалению, без денег. Именно поэтому в администрации хоккейного Енисея призывают не покупать билеты у спекулянтов. Специально для болельщиков цену на финальную игру сделали фиксированной. То есть на все сектора билет стоил одинаково. Уже в первую минуту продаж на сайт Енисея зашли 17 тысяч человек. При том, что он рассчитан на нагрузку в 30 раз меньше. Ну, наша беда, да, наш бич, так скажем, перекупщики назовем их так, да. Ну, к сожалению, к огромному в наше время нет статей, как в Советском Союзе, да, за спекуляцию. Здесь только остается уповать на совесть какой-то людей, да, но не боли. Клуб переживает вот эту ситуацию именно со спекулянтами. А если вы остались без билета на финальную игру, вы сможете увидеть, как Енисей борется за чемпионский кубок в прямом эфире нашего канала. Начало матча в 3 часа дня в воскресенье. Смотрите Енисей на Енисея и болейте за наших. Антон Шевчук, Алексей Гусев, Енисей, новости. Так, я еще раз напомню. 21 марта, воскресенье, 15.00. Прямая трансляция финального матча по хоккею с мячом. Енисей, смотрите на Енисей. Ну, еще хорошая новость. На выходных в Красноярск придут долгожданные плюсовые температуры. В субботу днем воздух прогреется до 7 градусов, в воскресенье до плюс 9.00. Даже ночью прекратятся заморозки. Столбики термометров перевалят за нулевую отметку. В темное время суток ожидается от 2 до 4 со знаком плюс. Ближе к воскресенью циклон принесет в столицу края сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ночь на понедельник придут и осадки, первый весенний дождь, местами переходящий в мокрый снег. На понедельник ночь будет теплая, где-то до плюс 5 даже ночью. Ну, максимально до плюс 8.00. В дальнейшем небольшое похолодание. Все равно дневная температура будет положительная, около нуля плюс 5 градусов. В южных районах до плюс 8.00. Если же вы планируете прогуляться в Красноярском экопарке, для вас важная информация. До конца следующей недели приезжать к Гремячью Гриву горожанам рекомендуют на общественном транспорте. Дело в том, что на время первенства мира по сноуборду и фристайлу парковки около визит-центров ограничены, заняты болельщиками. Ну а те машины, которые оставляют не по правилам, эвакуируют. Так что учитывайте эти временные изменения. Штукатурка отваливается с потолка капель, а на стенах зеленая плесень. В таком удручающем состоянии школа в поселке Танзебей. Вот уже несколько лет каждую весну ученикам приходится двигать парты в поисках сухого места. А родители, педагоги уверены, зданию нужен срочный ремонт. Все своими глазами увидела Ольга Максюшина. Здесь мы без конца в течение дня выливаем неоднократно бедра, тазы, наставляем, кладем тряпки. Трудимся, не покладаем. Полы вспучило на потолке грибок. И такая картина здесь третий год подряд. Актовый зал перестали использовать по назначению. Педагог школы Оксана Чулочникова говорит, пока набегает по ведру в день. Но когда пригреет солнце и снег на крыше начнет активно таять, в школе пойдет дождь. Там, где идет протечь, мы ставим цветы умышленно. Мы переводим детей в другие классы. Мы создаем все условия для того, чтобы дети чувствовали себя в безопасности. В ноябре пришлось закрыть один кабинет на втором этаже из-за постоянного запаха сырости и плесени на стенах. Когда начинает таять снег, с потолков начинает капать и сыпаться известка. Технички ставят в ведра, каждый день выливают эту воду и ставят обратно. Каждую весну ученикам приходится двигать парты в классах в поисках сухого места. А чтобы школьники не промочили ноги на уроке, педагоги придумали ловушку для талой воды. А эту хитрую конструкцию для сбора воды с подоконника разработали сами сотрудники школы. Для этого берется две тряпки. Когда водой наполняется подоконник, их кладут вот таким вот образом. После этого вода стекает по пластиковому желобу в ведро, и ведро выносится уже из класса. И так пока не закончится течь вода. Сейчас в школе обучается более 150 школьников. Детей сюда доставляют из пяти соседних деревень. Ремонта кровли здесь не было лет 20. Родители говорят, и тогда ее сделали с грубейшими нарушениями. Потолок подмокает и падают кусочки штукатурки. Ну пусть маленькие кусочки, так однажды может отвалиться большой кусок. То есть дети уходят в школу и страшно, что будет как там сегодня. В сельсовете поясняют, этим вопросом занимаются уже несколько лет. В прошлом году даже были выделены средства на ремонт кровли. В прошлом году у нас уже стоял вопрос, нам должны были выделить деньги. И нам их выделили. Но выделили не в том объеме, который нужен был. А это надо было 7,5 миллионов. Выделили, край выделил всего 4,5 миллиона. Никто, естественно, на такую сумму не согласился перекрывать кровлю. В Министерстве финансов края поясняют, каждый год муниципалитетам предоставляются бюджетные субсидии, которые можно направить в том числе и на ремонт. При распределении субсидий Красноярский край старается соблюдать баланс и охватить максимальное количество территорий. Ежегодно порядка 120 проектов, больше чем из 50 муниципальных образований края, получают государственную поддержку из краевого бюджета в рамках этой субсидии. Ермаковский район является активным участником программы. За последние 4 года в бюджет этого района по программе было предоставлено более 14 миллионов рублей. Сейчас специалисты районной администрации готовят проектно-сметную документацию на реконструкцию крыши. Все советы уверены, проблема должна разрешиться в этом году. Ольга Максюшина, Алексей Фролов, Енисей. Новости. Поддайте пару. Жители Енисейска жалуются на нехватку общественных бань. Подробности далее в выпуске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Восстановление и улучшение потенции у мужчин. Деликатная гинекология для женщин. Лечение геморроя без боли и операцию. Шлифовка рубцов лазером, удаление новообразования кожи, лечение пост-акне. Вам понравится быть здоровым. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому, на Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна, а это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. Впервые в Красноярске. Финал чемпионата России по хоккею с мячом. Наш Енисей скрестит клюшки с московским «Динамо». Два самых титулованных клуба растопят лед в борьбе за звание сильнейшего клуба страны. Смотрите «Енисей» только на Енисея. Прямая трансляция финального матча уже в это воскресенье, 21 марта. Начало в 15.00. Для красноярцев строят умный город, но не из бетона или кирпича, а в виртуальном пространстве. Это взаимодействие информационных сервисов, аналитика данных, систем видеонаблюдения, карты местности и много всего еще, что нельзя потрогать, но до чего легко добраться, например, включив смартфон или компьютер. Такие сервисы будут направлены на совершенствование цифровой платформы города, создание безопасных и комфортных условий жизни граждан. Цифровое будущее сегодня обсуждали за круглым столом, где встретились представители власти и бизнеса. Они делились наработками и предлагали свои ноу-хау. Одна из идей – разработка Сбера, система, которая на основе больших данных может анализировать портрет жителя в каждом населенном пункте на основании транзакций банковских карт. Мы располагаем самыми большими данными, безличными данными в стране. Мы также предлагаем навигационные сервисы. Это подложка для различных карт, это оптимизация маршрутов транспортной сети для городов, для края, в том числе данные, которые могут быть востребованы и спецсервисами, такие пожарные, медицина, когда необходимо проехать через придомовые территории. Огромное количество аналитики, которые есть сейчас у Сбера, оно позволяет сделать сервисы чуть удобнее. Сейчас в рамках федерального проекта по созданию платформы обратной связи мы запускаем отдельный раздел активного гражданина по подаче обращений и жалоб, когда не убранный мусор, дороги, не убранный снег и прочее. Все эти заявления будут обрабатываться в электронном виде, человек будет получать обратную связь. И, собственно, наша задача сделать так, чтобы взаимодействие было более быстрым и проблемы решались быстрее и эффективнее. Дело-то житейское. В Венесейске не хватает общественных бань. Старые двухэтажные здания закрыли еще несколько лет назад. И сейчас в городе, где большая часть населения живет в неблагоустроенных квартирах, только одно место, где можно помыться. Вот только помещение совсем крошечное и вместить всех желающих просто не может. Звинется ли дело с мертвой точки, знает Андрей Давыдов. Это только у нас в Сибири такое дело. Галина Тесленко живет в однокомнатной неблагоустроенной квартире. Раз в неделю пожилая женщина устраивает банный день. Натапливает пожарче печь, кипятит несколько кастрюль горячей воды. Летом, когда тепло, вытаскивает все в сарай и там принимает водные процедуры. А зимой мыться приходится в тесной кухоньке, прямо возле порога. Галина говорит, что раньше проблем не было. В городе работала большая общественная баня. Помыться и погреться в парилке сюда приезжали не только енисейцы, но и жители ближайших поселков. Но несколько лет назад ее здание признали аварийным. Баню закрыли и сейчас от нее остались только воспоминания. Раньше, когда мы сюда приходили, в бане было чисто, в бане было аккуратно. Баня работала. Были два сала мужской и женские. Внизу женский, наверху мужской. Были отдельно кабинки для семейных. Сейчас в Енисейске работает только одна общественная баня. Она очень маленькая и работает всего три дня в неделю. Для города, где большая часть населения живет в неблагоустроенном жилье, этого, конечно, недостаточно. Ну, конечно, много народу ходит. Баня маленькая, всего на 10 человек. Ну, да, много. Бывает и по 80 человек, по 70, по 80 за день проходят. Городские власти проблему признают. Для строительства банно-прачечного комплекса они уже нашли земельный участок, где есть вся необходимая инфраструктура, свет, вода и, самое главное, возможность подключиться к коллектору. Земельный участок будет передан на инвестиционную площадку Красноярского края. Администрация города готовится ряд нормативно-правовых документов. Это в том числе документы по льготам о налогах для инвесторов на нашей территории. Дело осталось за малым. Найти желающих организовать в Енисейске этот коммунальный бизнес. Потенциальные инвесторы уже есть. Но пока на месте будущего банно-прачечного комплекса только поросший тольником пустырь. Андрей Давыдов, Динар Салимов, Енисей. Новости. И на этом наш выпуск завершен. С вами была Ксения Митрофанова. Всего доброго. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Субтитры предоставил DimaTorzok